Проверить, в каком они находятся состоянии. В садоводстве, к сожалению, есть два срока. Первый, сильно рано и по счету сильно поздно. Нам нужно найти золотую середину, между рано и сильно поздно. Самые шустрые, самые семена, которые самые поддающиеся на провокации. Знаете, что такое провокация? Это когда посреди зимы может проснуться потепель абрикоса, а потом погибнуть. Может зацвести посреди зимы, если сейчас же знаете, сумасшедшие катаклизмы какие. Лучше творится. А потом погибнуть или не дать урожая. А семечки, а костики это самое ценное. Наша задача, если там пакетики, много-много костиков, чтобы они дали максимальные всходы. Значит, поэтому начинаем именно с абрикосов. И чтобы не гадать, там где самые толстенькие пакетики, самые толстенькие орешки. Вот такие, да, самые большие. Это значит абрикос. И мы должны проверить, не все, конечно, но мы должны сделать по-другому. Найдите королевские. Знаете почему? Объясняю для вас, для всех. Да, десятки людей уже получили не только сухие, но и страфифицированные уже вот такие. Это называется страфифицированные. Они у меня лежали в холодильнике или на балконе при температуре около нуля. Примерно от одного до двух месяцев. И вот я получил уже два письма. Вот. И по моему также, по моим советам, садоводы скрывали их и перепаковывали. Именно этим сейчас займется Антон Валерьевич. Но не просто перепаковать. Почему? Там объясняют такую вещь. Это все по ходу, я вынужден объяснять, должен. Значит, вот сейчас он возьмет, наверное, на тарелочку на какую-то. Он возьмет ножик и аккуратно распакует и на тарелочку пересыпет. Да, можно вот такую емкость. Вот. Дело в том, что мы надеемся, что они все спят. Ну, двое-то уже написали, что у них из десяти королевских по одному проклюнулись. И мне пришлось долго, ну, 20-30 минут по телефону рассказывать, что делать дальше. Вы поняли, откуда взялось это реалити-шоу? Итак, Антон Валерьевич, поехали. То есть, смотрите, Валерий Константинович, расскажите, что здесь вообще. То есть, получается... Да, расскажите. Называйте тогда название, я буду говорить. То есть, получается, смотрите, у нас семена там расфасованы, да, и они находятся в песке уже в влажном. Да, влажный песок. Конечно, недостаточно для дальнейшего хранения. Как бы, если мы найдем проклюнувшиеся, хорошо, я научусь, что делать дальше. Но так как большинство спит, это не сомневайтесь, естественно, их надо перепаковать. Почему? Там недостаточно песка. Объясняю, в чем заключается многочисленная неудача, ваши друзья мои. Сотни из вас уже их получили. Смотрите внимательно. Высылать в огромном количестве песка я не могу. Вот посылка 5 килограмм. Уже такая. А я же не могу высылать там посылку 20-50 килограмм. Значит, перепаковка обязательно. В этом упаковочке, вот поднимите один пакетик. Вот, там... Нет, пакетик отдельно взятый. Доставайте оттуда. Там находится в нем 10 косточек. В данном случае абрикосов. Так? Вот. И что они делают? Они были положены сухими. Я их не замачивал специально, чтобы не провоцировать ранние пробуждения. Вот. Так? Так, вот. Я ищу королевский. Ну, можно бай, он это самое. А, бай тоже. А, он тоже очень крупный. Давайте бай. Вот. Значит, там что происходит? Туда примерно полтора месяца назад были засыпаны. Я скажу, когда это было. В середине февраля. Сейчас, в середине марта. Не, получается месяц назад. С небольшим. Там были засыпаны 10... В этот пакетик 10 сухих косточек. И эти косточки сейчас уже высосали всю влагу. И они начали разбухать. Разбухать. Смотрите сюда. Вы видите, что вот эта косточка, да? Вот она. Она лопнула. От чего? Ее разорвало. Страшная сила заключена вот в этом. А зимой-то они сухие. И вот нужно, чтобы влага не сгноила косточку. Видите, как здесь? Это я благодарю того, кто мне прислал эту фотографию. У меня помощники есть. Замечательные. Вот. И в то же время, вон ее как раз перло. Но зато теперь пакетики. Антон Валерьевич, верните, пожалуйста, свой стол себя самому на экран. Вот. Я надеюсь, это записалось в фотографии. Да. Значит, там уже получается влагу они в себя всосали. И теперь многие будут хранить до самой высадки. Может, все получится. А ну там уже песок менее влажный. Почему нужна перепаковка? Вскрывайте эту штуку. И высыпаю, да? Да. Причины две. Первое. Перепаковка в любом случае. Мы будем по-новому готовить сыроватый песок. Так. Высыпаю. Только аккуратно. Если там хвостики вылезли, они могут быть поломаться. Как только отломится хвостик, значит, можете выбрасывать косточку. Причем мы понятия не имеем. Это самое. Есть ли там. А сейчас посмотрите внимательно. Нет ли там проклюнувшихся. Я даже рад буду, если одна-две. Абсолютно нету, Валерия Константиновича, проклюнувшихся. Так, теперь давайте так. Убирайте в сторону, ищите. Раз у людей королевский зашел, значит, он, наверное, у него шансов зайти было больше. Раз уже двое написали мне. Сейчас придется эту стороночку. Так. Ладно. И следующий. Надеюсь, найдете еще там. Да, это можно каждую по тарелке. Да. Потому что перепаковка, это будет следующий этап. Так. Вот что я вижу тут у нас. Абрикос. Серафим. Открываем Серафим. Ну, давайте. Ладно, давайте, я найдем уже королевский. Вот это что у нас? Амур. Амур. Так. Это еще левицкого, да? Вторая, получается, пачечка. Так. Абрикос. Вот это я не вижу. Надо расстроить. Хотя, это плохо, если они взошли. Но как же мы будем учить людей, если мы не найдем ни одной взошли? Так, это Артем. Ну, они тоже взошли. Так, Артем. Артем, это хорошо, но... Артем, это росли никак отец. Это Ваньков Рами. Я не мог не выслать королевский. Это самое главное. Так, это жердель. Мой любимый по заказу. Я его попробовал. Это большое дерево, которое у вас... Да, да, да. Великолепное. Мне на вкус очень понравилось. А, народ, знаете, извините, я не морду воротит. Это жердель. Это как, считается, как Запорожец среди автомобилей. Так, слива, китайка красная. Слива... Вот, сувенир Востока. Вот здесь почти уверен. Почему? Уже одна дама написала, что у нее проклюнулась одна штучка и спрашивала, что делать. Вот. И я уже фильм снимал, у меня уже были там три или четыре проклянувшиеся. Ну, из пятидесяти. Я очень аккуратно вскрываю. Очень аккуратно. Очень. Там могут быть уже сантиметровые хвосты. А потом начнется самое интересное действие. Потому что никто толком ни разу, никогда, не научил ни одного садовода в России. Точно, Валерий Константинович, имеются хвосты. Вот, давайте так, высыпайте. Высыпал. Посчитайте, отделите хвостатый от нехвостатых. Процент. Так. Хвостатые два. Два штуки хвостатых. Ну, это при делах нормы. Вот смотрите, я объясняю всем, среди наших зрителей, будут те, кто у меня выписал сливы. И когда он получит, и окажется одна-две проклянувшиеся, я скажу, да, это только говорит о моей добросовестности, больше ни о чем. Спасибо. Субтитры создал DimaTorzok.